Седьмую поликлинику по праву считают передовой в Череповце в плане компьютеризации. А эти технологии на помощь медикам пришли сюда еще лет пять назад. Врачи признаются, ломать стереотипы в работе, особенно зрелым людям, было нелегко. Но тем не менее, кипы бумаг быстро заменили первые компьютеры, которые, кстати, для поликлиники буквально собирали всем миром. Поменять их на более современные получилось уже за бюджетные деньги. И вот уже несколько лет в учреждении, которое обслуживает по меньшей мере 50 тысяч детей и взрослых, программа модернизации работает не на словах. Дали возможность пациентам наших мыслей врачей через интернет с нашего сайта. Опять-таки все данные автоматически попадают в нашу систему. То есть нет необходимости каким-то ручным образом их обрабатывать. Зашексинский район развивался стремительно, не отстала и поликлиника. Здесь уже забыли, что такое очереди к врачу за результатом анализов или справки в детский сад. Практически все можно решить нажатием кнопки. Однако в поликлинике не скрывают, работать еще есть над чем. К примеру, уже сейчас инфоматы готовят к августовскому наплыву детей. Направление анализа можно будет получить не только через терапевта, но и через электронного помощника. А еще через 2-3 года в поликлинике забудут про бумажные карты. Все будет в электронном виде. Мне всегда хотелось, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам, чтобы у них бумажной работы меньше было, чтобы они меньше писали. Если даже не говоря о том, что большим пациентам уделяют время, по крайней мере хотя бы не писали. Потому что посмотреть, рецепт это фамилия, имя, отчество, больничный рецепт это фамилия, имя, отчество, дата рождения и так далее, адрес. Это уже поликлиника номер один. Здесь тоже прогресс не стоит на месте. Практически во всех кабинетах компьютеры. Однако главная проблема по-прежнему не решена. Очереди. Пятница вечер, народу немного. А утром здесь всегда столпотворение, говорят пациенты. Хотя записаться к врачу можно и по телефону, но чтобы взять забронированный талон, все равно к регистратору. Тяжело. Народу много, как зимой. Недовольные работы поликлиники есть. По мнению Юлии, в учреждении явно хромают вопросы организации медпомощи. Бывает, приходишь и не по времени талончик, не на определенное время. Приходится стоять в очереди. В итоге приходится вообще стоять целый день и в конце только идешь. 5 миллионов рублей ушло в этом году на модернизацию работы учреждения. Технический прогресс позволит решить многие вопросы, уверены в поликлинике. Скоро записаться к врачу можно будет не только по звонку, но и зайдя на сайт или через новый информат, который же стоит в поле. Там требуется установка компьютерной программы, которую мы ожидаем во втором полугодии. Это все разрабатывается МИАЦом, Департамент здравоохранения Вологодской области. Сейчас это дело прокатывается, насколько мы наслышаны, в двух лечебных учреждениях Вологды и надеемся, что нам эту программу удастся получить. Тогда у нас будет еще больше информационных связей с пациентами. А эти технологии – безусловный прогресс в работе здравоохранения. Однако они не понадобятся вовсе, если на экране информата в разделе «Специалисты» будут пустые строки. Продолжение следует... Продолжение следует...